Пациент, 58 лет, с жалобами на кашель, чувствую тяжести в грудной клетке, слабость, температура до 37,2 градусов. Область исследования органов грудной клетки. Контрастное усиление не проводилось. При мультиспиральной компьютерной томографии, с использованием реконструкции в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях, построением трехмерной реконструкции органов грудной клетки, легкие расправлены, по всем сегментам легких определяются множественные фокусы снижения пневматизации легочной ткани по типу матового стекла, средним диаметром до 35 мм. Единичный участок инфильтрации справа, верхней доли, размером 10 на 44 мм. Объем пневматизированной легочной ткани правого легкого 2627 см3, левого легкого 2399 см3. Данные цифры близки к нормальным показателям объема легких и говорят о том, что пациент не нуждается в ВВЛ. Ход и проходимость трахеи, главных и долевых сегментарных бронхов не нарушены, средостень не смещено и не расширено, новообразование в нем не визуализируется, внутригрудные лимфатические узлы не увеличены, обычная форма и структура, жидкость в плевральных полостях не выявлено, костных травматических и деструктивных изменений не определяется, сердце аорта без особенностей, диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы, подмышечные лимфатические узлы не увеличены. Заключение. КТ-картина в двухсторонней полисегментарной пневмонии, вероятно вирусной, средней тяжелой степени тяжести КТ-3. Рекомендована срочная консультация терапевта для решения вопроса о госпитализации. КТ-картина в двухсторонней полисегментарной пневмонии, вероятно вирусной, средней тяжелой степени тяжести КТ-3. Рекомендована срочная консультация терапевта для решения вопроса о госпитализации. КТ-картина в двухсторонней полисегментарной пневмонии, вероятно вирусной, средней тяжелой степени тяжести КТ-3. Рекомендована срочная консультация терапевта для решения вопроса о госпитализации.